Итак, о чем бы я сегодня хотел поговорить. В последнее время существует тенденция ко всему приплетать Бога, в частности речь пойдет именно о христианстве, потому что именно эту донанимацию я знаю как, ну в общем знаю, непосредственно знаю и понимаю как бы суть ее в принципе абсолютную, да, антологическая ее суть и знаю как бы что с чем связано и что с чем едят, грубо говоря, да. Так вот, в последнее время, да и не только в последнее время, конечно, в последней эпохе, в последние два века, я бы даже сказал, 20-21, очень в определенных территориальных конъюнктурах, да, очень стало популярно приходить к помощи религии, чтобы обоссовывать те или иные свои какие-то там, не знаю, мотивы. Многие христиане идут на бой, да, там благословляют свое оружие, крестят там танки, ракеты и аппарат это как, и если появляется, например, как священная война. Никто не знает, что такое священная война, конечно, я не знаю, как такое священная война, вообще, как в принципе соединять с таким, как бы это сказать, диаметром противоположные понятия как христианство и война, но кто-то умудряется и такие пылиативы внести. В принципе, их будет свить, наверное, тот, у кого есть полномочия абсолютные, но не об этом речь. Что хочу сказать, я сейчас хочу зачитать пару срочек из Библии, характерных, да, и дальше чуть раскрою смысл. Значит так, от Матфея, пятая глава, 38 стих и далее. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обратит к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним в два. Просящему тебя дай, и от хотящего занятия тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего ты его и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами отца вашего небесного. Ибо он повелевает солнце им восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствовете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают и язычники? И так будьте совершены, как совершен отец ваш небесный. То есть главный мотив здесь в том, что не противься злому. То есть кто, дай тебя попросить, сейчас привыкли там многие экзегеты, да, говорить там, вот это неправильная трактовка, там герменевцы тоже, да, ну законе герменевцы тоже привыкли говорить, вот там это имеется в виду, что там не та щека, другая щека, там что-то надо. То есть в принципе Евангелие само по себе, оно в большинстве своем имеет характер прикладной науки, вот. И многое там имеет тот смысл, какой именно первоначально там и есть. То есть есть все сказы, не противься злому, и зачем противься злому. Если сказы там, ударил тебя по левому, поставь правую, это означает, если тебя ударил по левому щеке, поставь правую. Как в прямом смысле, так и в перераз, то что как бы идут тебя в терпи обиды. Так как все слезал Бог, и как бы всем, всем, все ведутся Богом, не знаю там, знают они это или нет, как бы все в руках Божьих, вот. Ну о чем это я? Соответственно здесь мы не видим, вернее наоборот, здесь мы видим именно ту соль христианства, именно ту силу, которую имеет только христианство относительно всех религий, ну как бы, по крайней мере, самое важное. Революционная мысль того, что зло можно победить только его непротивление. То есть нельзя сопротивляться Богу. Если, допустим, в исламе там можно убивать, да, там, либо там, не знаю, отрубать руку, там, отсекать там ухо и прочее, то в христианстве это нельзя делать, тут нужно прощать. Вот. Если тело удали по левочке, надо поставить правую щеку. Почему? Потому что зло не побеждается злом, зло побеждается добром. Соответственно, если зло побеждается добром, то нужно двое только добро. Такой, почему это я? Главный тезис в том, что любить врагу ваших, да, благословляясь там, проклинать, что это и прочее, прочее. Но нынешние мракобесы, они, значит, берут автоматы, берут ракеты, напялит на свои каски, жилеты, там, всякие стяги со крестами, там, со святыми, там, кресты налипили на рожу, или там еще куда-нибудь всякие шевроны, там, религиозные, там, Николаевича Турция, прочее, идут убивать людей. Идут убивать людей, как бы, я понимаю, если это, когда это было в Средневековье, да, предположим, мрачное, темное Средневековье, там, мракобесие, абскурантизм, когда никто, в принципе, читать не умеет, и там, папы прочитали, рассолковали, что, а, вот, там, Богу Гошу, ты пошел там, не знаю, сжег кого-нибудь на косред. Это еще ладно, но в 21 веке, когда люди умеют читать практически поголовно, когда все могут взять, ну, конечно, проблем в том, что невежды, читать не хочешь никому. Потому что читать это труд. Лучше взять, пойти кого-нибудь убить, там, вот, пристрелить, может быть, еще и, там, не знаю, силально машинку, может быть, украть. И, письмо, от этого толку больше будет, чем какие-то, там, иллюзии. Ну, да, христианин, христианин, подумав, пошел убивать кучу с кем-нибудь, это же враг, вот, соответственно, вверховный благосостоятельство, там, там, враг, там, если там поп сказал, что там враг, значит, может пойти убить. В конце концов, там, у нас решает, а кто святой, кто не от кого канонизировать, кого там, выкинуть из канонизированных и прочее, и прочее. То есть, если поп сказал, что, как бы, надо идти убивать, значит, надо убивать. Вот. Все это, конечно, идет из мракобесия, в том плане, что люди, там, невежды, и учиться не хотят, читать не хотят. Они думают, что, как бы, за нас заражают читать, за нас заражают трактовать, а мы всего лишь будем делать то, как бы, что нам скажут. Вот. В этом плане народ читать не хочет, и главный посыл в том, христианство, что, как бы, врагов надо не проклинать и убивать, а врагов надо прощать и любить, как бы. Вот. Ну, а церковь нынешняя об этом почему-то забывает, ну, в принципе, это, как бы, и невыгодно, потому что, там, то, сего, да, сфера влияния, как бы, сфера, там, бизнеса, шмизонса, либо, там, властью над мыслью и прочее. То есть, это невыгодно. Вот. Соответственно, что? Соответственно, люди напяли для себя, там, всякие религиозные обряды, причем, не важно, там, они верующие или нет, они, как бы, формат-то верующие, но на пять можно обстоятельствовать что угодно, куда угодно, там, на пять, и пошел вперед, он думал, что подыхает, он во благо. И, что интересно, про таких людей тоже уже было сказано, значит, он говорит, что он говорит, изгонит, даже наступает, это значит, Иоанн 16, наступает время, когда всякий убивающий будет думать, что он тебе служит Богу. Вот такие пироги. Изначально, конечно, стих такой, изгонит вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тебе служит Богу. Но здесь можно, в принципе, и так сказать, что, когда всякий убивающий будет думать, что он тебе служит Богу. Как бы, и с той стороны думают, что они Богу служат, и с этой стороны работают, и убивают друг друга, да, и, как бы, Бог служит, и, как бы, ну, что сказать. Два дебила друг на друга летят, отдыхают, умирают, убивают, там, режут, и, в принципе, все вас, слава Божьей, как говорится. Вот, и все довольны. Соответственно, христиан, как бы, то есть, я сейчас говорю не от себя, я говорю, как от Логос, как отца, это говорит абсолютно Логос. Это, в принципе, если ты, как говорится, назвался христианину, то полезай в кузов, так и здесь. Если назвать христианину, как бы, ты должен, во-первых, читать, то есть, потому что, большинство, в принципе, не читают, их копна, они вообще ничего не знают, вот. Но, как бы, икону готовлю на пядец, и, как бы, идти убивать, это можно. То есть, человеку убить можно, а вот почитать с него нельзя, потому что, как бы, много времени тратить, и прочь, прочь, там, да, и вообще, в принципе, читать, читать, и все, и так понятно, как бы. Ты верующий, если поп сказал, что можно убивать, значит можно убивать, нормально, ничего страшного. Вот, соответственно, убивать легче, чем читать книгу. Это первый посыл, первый наркотик, первый тезис 21 века христианства, такого нашего нынешнего, такого, который мы заслужили. Соответственно, о чем здесь можно сказать? То есть, убивать нельзя в принципе. В принципе, опять же, это говорю не я, это говорит абсолют, как имеющий власть приказы, отдавать приказы. То есть, он говорит, как бы убивать нельзя, все. Это категорически императив, это максимум, там максимум, который нельзя нарушать. Если ты хочешь быть последователем, да, условно, грубо говоря, там взять крест, идти за мной, ты должен подчиняться этому. Да, тебя убивают, ты должен как бы смириться с этим и подыхать. Значит, так нужен был, значит, такой путь, кому было легко? Вон, Стефана убили, всех апостолов убили, теперь и твоя очередь. В конце концов, христианство как бы этими брало, то, что оно берет какой-то революционный смысл, то, что там остальные там хищи, что убить, завоевать, а здесь наоборот, непротивление. Но мы видим, что в 21 веке пытаются вернуть позиции, в основном, тупоголовые кретины некоторые, которые там говорят, а вот, надо убить. Или я сейчас другой вид тупиков в этой эволюции, которые говорят, а вот есть, типа, это самое, стих есть, как бы, нет больше той любви, как есть кто положит жизнь свою, а не положит чужих, чужие жизни, как бы. Но нас это не все, нас это не касается, мы трактовали так, поп сказал, что, как бы, убивать, то это тоже, как бы, святой подвиг, так что все нормально, можно убивать. То есть, как бы, интересно, да, дефтамент, он говорит, нет больше того, как если кто положит жизнь свою, то есть отдать жертву, не пойдет налево-направо кромсать ради кого-то, а именно отдать свою жизнь, как жертву, как, ну, как бы, как метафора Христа, да, то есть, если он такая же жертва, кстати, кто жертвует собой, как Христос, как ему, в принципе, умер, грубо говоря, да, христиан, тот поступает правильно, вот, в этом плане интересно, что Христос абсолютно против насилия, и в свое время за дочь Марина Толстого говорит, о, Толстовец, там, непротивление злых, все, а как хотели, если, конечно, вы хотите, там, построить царство на земле, если вы нацист, коммунист, либо кто там, либерал, демократ, капиталист и прочее, если вы хотите построить рай на земле, то, да, с христианством делать нечего, потому что там, в принципе, другие постулаты, и царство Моя, как говорят, не от мира сего, а что нам делать здесь, там, нас убивают, что убивают, ну, если вы христиане, если нас убивают, да, надо умирать, либо ты, конечно, можешь сохранять жизнь, как бы, убивать других людей, но тогда возникают вопросы, как говорится, вы либо трусы надете, либо крест имите, так что здесь то же самое, как бы, ты либо придерживаешься этого, и, как бы, становишь, там, ортодоксальным учеником, последователем, настоящим, не квази, да, там, религиозным, там, сегодня подкресил, завтра пошел, там, не знаю, какой бы, там, не знаю, в общем, да, вот, а именно непосредственно прикладная наука, то есть сказано, сделано, вот, это мы не любим, потому что сказано слишком неудобно, вот, многие сейчас могут сказать, там, а вот здесь, там, допустим, турок пришел, гитлер пришел, салин пришел, что надо, не противляться? Нет, не противляться, сопротивляться нельзя, убивать, я помню, Пайсис Ситогорец был один такой, он, значит, участвовал, по-моему, в Первой мировой войне, его призвали, и он говорит, с первого дня начала войны я молился, говорит, о том, Богу, чтобы я никого не убил, он в принципе до конца войны никого, как бы, и не убил, вот это интерес, позиция, это правильная позиция, то есть убивать нельзя, если убил, то это караул, все, отнять жизнь, это значит, там, убить весь мир, не даром, в принципе, не зря вообще вся демократическая, либеральная мысль строится именно на этой, естественно, праве человека, то есть человек, он феноменален, а значит, его жизнь надо дорожить, даже либералы, да, сколько бы они не были против клерикализма, осознавали тот факт, что человеческая жизнь, она, как бы, феноменальная, она одна, и нельзя, там, его пытать, убивать, мучить, отправлять на войну, либо, там, гнобить как-то, то есть, либеральная мысль до этого доперла, повторяю, будучи, там, антиклерикально настроенный, вот, но сегодня, имея столько книг, столько доступа к свободным источникам, да, у нас здесь столько материала, и, а мы все равно трактуем так, как там хочется, и просто человек не может открыть, прочитать и понять, а вот это нельзя делать, он ждет, пока поп прочитает, поп истолкует, и, как бы, и все, и баса, как бы, а что там пишет, не пишет, не важно, вот, соответственно, как говорится, я оправданно премудрощадами, это вот именно вот к этому действию можно приложить, можно, конечно, сегодня же мое выступление клемить, как хотите, можно сказать, это пацифист, это поражение, и прочее, и прочее, я сейчас говорю с точки зрения христианства, это не касается людей, которые просто отбросы общества, которые просто людоеды, свиньи, либо там атеисти, когда там идут, убивают друг друга, как бы, взяли этот смысл жизни, но это их жизнь, конкретный подкаст касается именно того, кто умнит себя христианином, напялил на себя тот шеврон со Христом и пошел убивать людей, когда в Библии говорится, условно, там, ну, в Евангии говорится, да, там, не противься злому, благословляйте, как там, гонящих вас, в общем, убивающих вас даже, может даже так трактовать, благословляйте, не противляйте злу, да, как бы, благотворите обижающего вас и проклинающего вас, но не проклинать сам, потому что, как бы, это от лукавого, все это от лукавого, можно повторить этот главный тез, чтобы некоторые христианин, которые никогда в жизни не читали, да, хотя бы здесь ознакомились с Евангелем, может быть, когда он тебя не поднимет, решение прочитает, что он говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающего вас, благотворите ненавидящего вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, не напишите, там, убивайте, да, стреляйте прям в лицо, там, не знаю, там, отрежьте ему ногу, распите на кресте, взорвите его, либо, там, выкиньте в море, пускай захлебнен, как скотина, этого не написано почему-то, видимо, это не главный посылат Библии, вообще, христианство, в принципе, значит, там, что-то другое, возможно, там, нужна, как бы, любовь к человеку, да, чтобы мир как-то поменять, нужно поменять мир, чтобы мир поменять, нужно поменять отношение к человеку, это позиция не та, что я говорю, как бы, не надо, там, против врагу, либо, там, не надо сопротивляться злому, как злому можешь сопротивляться, и первое сопротивление злому – это учиться, это читать, это, как бы, развиваться, это самое главное, там, убивать друг друга, это насилие поразит насилие, это бесконечный круг, это перманентная, я не знаю, кали-юга, да, и выхода из которого не будет, один выход есть, это, как бы, жертва безгрешного, она, как бы, дана, и есть, как бы, вариант, ну, как бы, возможность сделать так, чтобы это все, как бы, прекратилось, и, как бы, дан, так сказать, ну, источник дан, книга, по которой можно, так сказать, стать таким же примером исправления мира, но люди это не хотят делать, потому что, как бы, оно идет вразрез с их понятиями, а как мне, там, плюнули в лицо, я должен ответить, либо, там, а вот у них, там, крест и ход слева направо, у нас справа налево, значит, надо убивать, а они, там, крестятся, там, тремя персами, а мы одним, ну, значит, как бы, надо кого-то убить, там, вас Слава Божьей, как говорится, да и слуги. Вот, соответственно, ну, получается, что Богу не угодно, чтобы люди побывали друг друга. Опять же, мы говорим именно конкретно по христианству, вы сами, там, можно убивать, там, кто у евреев, Ветхий Завет, хотя это один тоже Бог, как будто бы, да, но, как бы, там можно убивать, потому что это колыбель мира и прочее, прочее. Опять же, мы говорим конкретно по христиансам, в христианстве убивать друг друга нельзя, нельзя. Не то, чтобы убивать друг друга, вообще в принципе убивать нельзя. Нет такого, что там, а возьми это самое, благослови оружие, пускай пойдет там кидает ракету, убивает, либо там расстреливает, либо там не знаю, там строит. В принципе, в христианской парадигии нельзя убивать одного ради миллионов, как и нельзя убивать миллионы ради одного. Каждого надо беречь. Об этом, соответственно, и притч о пропавшей отце. Соответственно, убивать нельзя, хотите вы этого или нет. Сейчас можно заклеймить, что пораженцы, там, пацифизм, то все опять же говорю, если вы двигаетесь не в противне христианству, если у вас нет креста, как бы, это вас не касается. Выпуск конкретно про того, кто умнит и свят христианином, да, но также и как бы говорит, а ну вот, ну, воина, надо убивать. Что поделать? Бог послал в армию, значит, надо идти убивать. Бог не говорит, идите убивайте. Как ни срана, ни одного такого тезиса, ни одного такого заповедника нет, как иди убивай людей. Ну, нет такого. Ну, я людей не убиваю. Основные, там, это мелкие сранцы, они как бы будут у всех. Но вот такие тяжкие, типа, идти убивать и потом говорить, а ну вот, как бы, ну, сказали, священная война. А еще интересно и священная война. Как бы, война в принципе невозможна в христианском борьбе, но теперь еще и священная война. Очень забавно, очень выигрывая, как священная война христиан против христиан идет. Наверное, за право, кто более свят, кто более христианин. Также интерес, священная война была во время Совка, да, во время Второй мировой, условно, и когда там Сталин, когда у нас вообще в принципе был коммунизм, большевизм, у нас в государстве религии был атеизм. И как бы внезапно, священная война, внезапно попов достали. То есть еще вчера священников убивали, христиан генали, церкви взрывали, тут бац, по секунду, оп, священная война, все, надо вставать, идти убивать, благословлять его, все. Проклятого немца надо бить до Берлина. Так хочет Бог. Что интересно, у немцев тоже напряжка был, Бог с нами и как бы идти убивать, как бы, не знаю, Бог с кем. Видимо, ни с кем там не был он. В целом, вот такая сегодня передачка вышла. Как бы я, на самом деле, планировал еще меньше. В целом, я планирую немножко поменять стиль контента. Это, скорее всего, уже будет поменьше времени, примерно до 20 минут. Вот, потому что, в принципе, учебный материал, как сказать, такого релевантность не имеет, важности, либо там нужды не имеет. Кстати, если буду просто выкладывать свои мысли, какие есть. И на это, в принципе, баста. Вот. Что еще надо сказать? Ну, христиан, в принципе, такая участь такая. Кто скажет, а вот, значит, христиан с религией слабаков. Ну, как бы, ты можешь сказать, что это религия слабаков. В христианском парадигме, в христианской экзегезии, в эсхатологии, да, как бы, все придет к одному. Да, христиан будут, как бы, убивать, распинать, и, как бы, их будут убивать до конца мира, до конца времени. Такова уже участь. В принципе, этим, как бы, и берет христианство, этим, как бы, оно и выделяет среди всех, в принципе, религий. Потому что соль христианства, она немножко другая. Это именно не от мира сего. А как мне жить здесь? У меня есть страна. Никакой страны не нужен здесь. Если христиан, у тебя нет ни страны, ни нации, ни там, религия, культа, ни культуры, там, этики, если у тебя одно есть. Жить так, чтобы, так сказать, тобой остались довольны. А там убивать, как бы, если ты, понятно, если какой-то там националист или коммунизм, если ты убиваешь кого-то за счет своей идеи, да, как бы, ты будешь, так сказать, осужден по своим каким-то тезисам. То есть, ты считаешь, что ты убивал, ты делал благо ради нации, тебе скажут, а какая нация? Хоп, предположим, что есть бог, ты подох, отказал при богом, а я в ради нации, он говорит, аду-ка, обернись. Где там твоя нация? Никакой нации нету. Сам за себя отвечаешь. Убивал людей, убивал, все, пошел вон. Буду тебя там, не знаю, подчеркнули по башке бить и все, в принципе. Это, конечно, если все есть. В принципе, если вы христианик, вы даже верите, что все есть. Если все есть, а значит, нужно будет держать ответ. Если нужно держать ответ, значит, а вы убиваете людей, значит, вам хана. Христиан вещь такая, это нешуточная вещь, как бы, тут надо понимать, что делать, а бы как, а бы что, убивать людей и при этом сказать, а вот что, как бы, у меня благословили, а я вынужден, иначе меня самого убили. А тебе что, там, жизнь вечна здесь? Никакой жизнь вечна не обещан была. Тебе сказали, ты в любом случае подохнешь, имей в виду. Главное, это подохнуть вовремя. Ой, ну и как бы и вовремя, и правильно. Потому что, как в Библии, там тоже есть такая притча, говорит, никто там, вор приходит, как тать ночью. Тоже самое, и смерть приходит, откуда ни возьмись. Сегодня может прийти, завтра может быть, завтра прийти. Так что, ты обязан, как бы, даже если сегодня, там, тебе сказали, там, иди убивать, скажешь, нет, не буду убивать. Вот, ты не будешь убивать, но тебя, там, не знаю, посадили в тюрьму, либо еще что-то, в итоге насильно отправили, ты поехал туда, тебя там подорвали, ты подох, и ты оказалось так, что все есть, и тебе говорят, а вот, ты не убил, как бы, ты продержался до конца, теперь ты будешь это самое. Ты скажешь, ты молодец. Вот. Это все, конечно, касается христианской парадигмы. Все остальное в этой теме, там, это касается христиан. Мне христианок не касается. Вот. Ну, в принципе, и все. Крестите народы, крестьяне во имя Отца и Сынского Духа. Не сказали, идите, убивайте во имя Отца и Сынского Духа. Нигде таких слов не сказано. Вот. А сказано наоборот, будет там убивать, думая, что они тем служат Богу. Никто там Бог не служит. Кто говорит, что надо убивать людей, а у них там один Бог, а другой Бог. Ничего еще он с христианством, по крайней мере, не имеет и не должен иметь, и не будет иметь, в принципе. Это надо иметь в виду. Очень молочная пища, но она молочная пища, то есть, она для слабаков, она для маленьких. Она для тех, кто настолько слаб, в принципе, в религиозной мысли, да, что как бы нужно говорить очевидно, что Бог против убийств. Но мы дожили до того, до метамодерна, что такие очевидные вещи приходят разжевывать. А если надо, чтобы кто-то разжевал, значит, надо, чтобы кто-то говорил. Значит, надо, как бы, говорить. Соответственно, я буду говорить, потому что прекрасно ноги благовестника и вообще проповедующего. Буду проповедовать вам, что такое христианство, которое вы не читаете, которое вы не интересуетесь, зато готовы с пеной у рта бить. А вот, там, мусульман нас захватывают. Мусульманца захватить не буду, если будешь читать свои религиозные, то, что тебе дано. Вот у тебя, допустим, крест на шее есть, там Капима глубоко, он ничего не знает, он ничего не читает. А, мусульман захватывают, потому что вы слабаки, потому что у вас духа нет, потому что у вас, не знаю, там, тяги, жажды к высшему нет, поэтому вас захватывают. И вас не только мусульман, вас любой может захватить. Вас даже полоумный свинопад может захватить, если придет, скажет, а вот, благо, за мной. Вас коммунист может любой захватить, либерал, демократ, там, не знаю, ЛГБТ, вас любой может захватить. Не потому что он сильный, а потому что вы слабакие. Потому что вы слабенькие, духа мало, потому что вы маленькие еще. А чтобы не быть маленьким, надо быть любопытным. все читать, жаждаст правды, то жаждаст правды и надо будет ее пить. Все, короче, на сенсор.